МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую! 20 дней 0.0 в Украине. Вы смотрите итоговый выпуск новостей. В программе «Наше время» сегодня расскажем о таком. Четыре попадания БПЛА по гражданской инфраструктуре. Есть погибшие и раненые. Последствия удара российских войск по Харькову. Виталий, давай, помогай, помогай. Виталий, сюда мне руку. Сотни жизней способны сохранить мощная противовоздушная оборона. Главные месседжи, которые прозвучали в рамках встречи Совета Украина-НАТО. Дроны на миллион евро. Амуниция, транспорт, оружие для Украины и совместное производство БПЛА. О чем договорились премьер-министры Украины и Латвии на встрече в Риге? Совсем скоро мы планируем прислать первые дроны стоимостью в общей сложности на 1 миллион евро. Противотанковые рвы, заграждения и прочные укрытия. Как в Запорожской области осуществляется строительство фортификаций? Ночью российские оккупанты снова атаковали Харьков и область. Применили 20 ударных дронов «Шахет». 11 из них были сбиты воздушными силами Украины. Атака проводилась несколькими волнами. Один из беспилотников попал в крышу трехэтажного жилого дома. Когда на месте попадания начали работать спасатели, российские войска нанесли повторный удар. Трое спасателей погибли на месте. Еще одна женщина погибла в результате попадания беспилотника в 14-этажный жилой дом. 12 человек получили ранение. Все подробности из мест ударов расскажет Наталья Белокудря. На кадрах первые минуты после удара дрона «Шахет» в Новобаварском районе Харькова. Спасатели работали на месте попадания, где блокировали пожилого мужчину из-под плиты перекрытия подъезда внутри жилого дома. В этот момент российские оккупанты повторно атаковали. Трое спасателей, которые находились в этот момент у пожарных гидрантов, погибли на месте. Эти погибшие спасатели – сотрудники одного пожарно-спасательного подразделения. Первыми прибыли к месту происшествия. Непосредственно участвовали в спасательной операции и тушении пожара. Они находились возле пожарных автомобилей и обеспечивали бесперебойную подачу воды для тушения пожара. Сын 52-летнего Владислава Логинова также ликвидировал последствия атаки в этом жилом квартале. После второго взрыва, узнав о смерти отца, не мог сдержать слез. Вова, смотри на меня. Вова, меня слышишь? Вова, тихо. Житель пострадавшего от удара дома Юрий рассказывает, после первого взрыва вышел на улицу, увидел, что горит крыша и зашел снова в подъезд. Это спасло его и соседей. Потом еще один удар был. У нас все окна повылетали. Межкоматные двери тоже. У нас светлое стекло. Вылетело все. Даже металлическая дверь входная. Так душка, замок идет, согнулась. Допустим, удар был. Вы не пострадали? Нет, ни собаки, ни мы, к счастью. Дело в том, что после первого удара мы ожидали, что может быть взрыв газа или что-то, сразу в коридор вышли, собрали там необходимые вещи и стояли в коридоре. Сила удара была такой, что в соседних домах посрывала батареи. Я, слава богу, не пострадала. Я вот с той стороны живу. А это я подруге помогала, она инвалид детства. У нее от удара слетела батарея в комнате от удара. И вода потекла. Еще один из ударных беспилотников попал в 14-этажку, нанеся повреждения с 8 по 12 этажи. Там погибла 69-летняя женщина. Жительница дома Наталья Кузикова говорит, ее квартира полностью разрушена. Муж с ранениями находится в больнице. У нее травма ноги. Дома у нас нету дома. Я сегодня проснулась, плита на мне с Максимом. Я вся в крови, мне все по скорой говорят, давай мы вас посмотрим. Я говорю, это не моя кровь, это кровь моего мужа. В итоге Максима увезли ему голову, вернее, ему во дворе начали мотать голову, а вот через повязку течет кровь. Откусили, да, нашу квартиру. Это какой-то? Девятый. Ну, нету девятого и десятого. Всего в Новобаварском районе Харькова зафиксировали 4 попадания российских БПЛА по гражданской инфраструктуре. По данным областной прокуратуры, кроме жилых домов повреждены магазины, торговые павильоны, автомобили, аптеки, медицинские учреждения. Следователи обнаружили обломки одного из беспилотников с надписью «За Крокус Сити Холл». Ну, они совсем, скажем так, россияне, они неадекватные. Совсем, скажем так, россияне неадекватные. Всем известно, всему миру, что теракт на себя взял ИГИЛ. Они, скажем так, для того, чтобы показать хорошую картинку у себя в стране, показать, как они освобождают наше государство от нацистов, руководство их государства утверждает, что к теракту причастны спецслужбы Украины. Это совсем не так. Это не соответствует действительности. Всего в результате атаки БПЛА ранения получили 12 человек, среди которых полицейские и сотрудник службы ГСЧС. За жизнь спасателя борются врачи. Его состояние тяжелое. На месте ударов дронов продолжают работы по разборке завалов и расчистке территории. Спасатели работают, используя тяжелую технику на верхних этажах. Убирают остатки бетонных конструкций с разрушенных этажей зданий. Российские террористы будут отвечать. Такими словами, на обстрел России Харькова отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что жизни украинцев позволит сохранить усиление противовоздушной обороны страны. Удар по Харькову, обычный жилой дом, тремя шахедами, подлое и циничное нападение. Российские террористы будут отвечать за свои действия в Харькове и за все акты агрессии против нашего народа. Мы работаем с нашими партнерами, чтобы усилить защиту наших городов и сел и защитить наших граждан. В Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел НАТО, посвященная 75-летию создания Альянса, в рамках которой проходит встреча Совета НАТО Украина. Несколько важных заявлений сделал генсек Альянса Йенс Толтенберг. В частности, он сообщил, что поддержка Украины – инвестиция в безопасность. Стороны обсудят, как укрепить сотрудничество и как продвинуть Украину к членству в НАТО. Столтенберг также подчеркнул, что одна из главных тем встречи – практически потребности Украины. Союзники понимают безотлагательность, и поэтому я также приветствую заявление от нескольких союзников о предоставлении Украине большего количества боеприпасов и большего количества систем. Они также понимают безотлагательность активизации усилий, когда речь идет, в частности, о противовоздушной обороне. И поэтому мы с союзниками теперь вернемся и изучим запасы, выясним, есть ли какие-либо способы предоставить Украине больше систем, в частности, патриотов. Украина остро нуждается в системах противовоздушной обороны «Патриот». Об этом сегодня также заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Противовоздушную оборону он также обсудил с госсекретарем Шаентони Блинкином и своей немецкой коллегой Аналеной Бербак. Я прибыл сюда на фоне продолжающихся беспрецедентных российских ракетных атак и атак дронов. Буквально ночью город Харьков был обстрелян десятками беспилотников. К сожалению, Россия систематически разрушает украинскую экономику, убивает украинцев и уничтожает наши города, что соответствует российской стратегии по стиранию Украины с карты. Итак, я не хочу испортить вечеринку, день рождения, но сегодня моим главным месседжем будут системы Патриот. Потому что спасение жизней украинцев, спасение украинской экономики, спасение украинских городов зависит от наличия в Украине систем Патриот и других систем ПВО. Мы говорим о Патриот, потому что это единственная система, способная перехватить баллистические ракеты. И только в марте по Украине было выпущено 94 баллистические ракеты. Но обеспечение системами Патриот зависит от союзников. У них их много, так что это будет моей основной задачей сегодня. Мы услышали громко и ясно то, что сказал министр иностранных дел. И я также хотела бы подчеркнуть, что мы видим, что происходит в Украине, понимая, что эта ПВО нужна сейчас. Потому что именно сейчас школьники действительно должны быть в безопасности, потому что порт в Одессе должен быть защищен. Германия является сопредседателем коалиции по потенциалу. Поэтому после решительного призыва министра иностранных дел Украины мы снова призовем Европу, чтобы все проверили, где находится их ПВО, чтобы мы смогли обеспечить Украину. Союзники должны предоставить Украине скорую помощь, скорую военную помощь, боеприпасы и противовоздушную оборону, в частности системы Патриот. Такое заявление на брифинге в Брюсселе сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакна. Глава МИДа выразил надежду, что во время сегодняшнего заседания Украина-НАТО союзники смогут принять дальнейшие шаги по поддержке Украины. Мы имеем много систем противовоздушной обороны, таких как Патриот, которые мы сами не используем, а вот Украина подвергается интенсивным атакам ежедневно 24 на 7. Поэтому мы должны передать эти системы, которые мы не используем, Украине, чтобы она могла защитить своих людей, гражданскую инфраструктуру, а также энергетическую инфраструктуру. Маргус Цакна, министр иностранных дел Эстонии на брифинге в Брюсселе. Украина и Латвия в ближайшее время запустят совместное производство дронов для вооруженных сил Украины. Об этом шла речь во время встречи премьер-министров Украины и Латвии Дениса Шмагаля и Вики Силини. Кроме того, достигнута договоренность о том, что часть украинских военных, нуждающихся в лечении, пройдут его в Латвии. Стороны также обсуждали вопросы военно-технической помощи и организации совместного производства снарядов. Латвия уже в этом месяце предусмотрела следующий пакет военной помощи. И мы также предусмотрели пожертвования как на материально-технические вещи, так и на амуницию и вооружение, которое есть у нас. Особенно амуниция очень важна для Украины. Это мы также обсудили сегодня с премьер-министром Украины. Очень важны взрывчатые вещества, транспорт, оружие, индивидуальная экипировка. Совсем скоро мы планируем прислать первые дроны стоимостью в общей сложности на 1 миллион евро. Беспилотники уже проверены. Наши коллеги признали их соответствующими требованиями. Первые немецкие военнослужащие прибудут в Литву на следующей неделе. Переброска военных происходит в рамках выполнения плана развертывания бригады Бундесвера на литовской территории. Как отметили в Минобороны Литвы, в Вильнюс прибудет командующий сухопутными войсками Германии Альфонс Майс вместе с начальным командным составом бригады. Президент Польши Анджей Дуда передал лидерам стран, участниц НАТО, письмо, в котором предложил увеличить расходы на оборону с 2 до 3% ВВП. Об этом пишет польское издание RP. Как отметило в своем обращении Дуда, Кремль пришел в режим войны и перевел экономику на военные рельсы, а потому Североатлантический Альянс должен реагировать. Я убежден, что это основа для последовательного укрепления безопасности на всем евроатлантическом пространстве. Это естественный и фундаментальный шаг, который мы должны сделать сегодня вместе в противостоянии имперской политике Кремля. То, что делает сегодня Владимир Путин, требует нашего однозначного ответа. У всех нас одна цель – глобальная безопасность. Сегодня мы должны быть смелыми и бескомпромиссными. Анджей Дуда, президент Польши, в письме лидерам стран, участниц НАТО, передает RP. Страны НАТО, которые не тратят 2% от ВВП на оборону, играют в русскую рулетку с будущим Запада. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Гранд Шапс. По его словам, союзники должны признать, что послевоенный период сменился на предвоенный. Мы должны смотреть дальше этой цели, чтобы укрепить нашу оборону. Однако некоторые страны до сих пор не могут достичь даже 2%. Так больше продолжаться не может. Мы не можем позволить себе играть в русскую рулетку с нашим будущим. Сегодня мы должны вновь серьезно задуматься о будущем Альянса. Мы перешли от послевоенного к довоенному миру. Гранд Шапс, министр обороны Великобритании. Ситуация на поле боя. Закупка средств РЭП и беспилотников, а также противодействие воздушным ударам российских захватчиков. Это главная тема сегодняшней ставки верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. Деталь не в прямой речи. Провел ставку. Провел ставку прежде всего по производству и поставке дронов и РЭП на этот год. Был подробный отчет о контрактах. Все максимально конкретно. Никаких пустых слов, только четкие письменные договоренности с производителями, четкое финансирование, четкие сроки снабжения. Действительно, хорошо поработали все, кто ответственен за это направление. И относительно дронов, всех видов и РЭП мы будем крепче. Аналогичную задачу поставил по ракетной программе, как по дронам и РЭП. Все до деталей проработать, чтобы силы обороны Украины могли рассчитывать на надежную и растущую ракетную опору наших действий. Также на ставке был еще один подробный отчет главкома относительно всех тех точек на фронте, где российская армия рассчитывала иметь успех сейчас. Удалось стабилизировать наши позиции. Главком доложил о наших действиях, которые не дают оккупанту продвигаться. И в условиях дефицита снарядов, существенного замедления в снабжении, такие результаты действительно очень хорошие. Я благодарен всем солдатам и командирам, которые обеспечивают результат на поле боя. Стойкость каждого – это стойкость всей нашей Украины. Ну и подробнее о ситуации на фронте узнаем из сводки Генерального штаба Вооруженных сил Украины. 57 боевых столкновений произошло на фронте за сутки. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины. Российское командование придает приоритет лиманскому направлению, поэтому россияне могут активизировать атаки в этом районе, сообщает Американский институт изучения войны. Но при этом армия РФ продолжает проводить неудачные штурмы, в частности, вблизи Андреевки, к западу от Сватова. Также российское командование не может укомплектовать свои войска тяжелой техникой. Ну пусть как-то они очень сильно напрягутся, непонятно как, но могут они в месяц производить, поставлять на линию фронта до 100 танков. Мы в день уничтожили, за последний день 9 танков, были случаи, когда по 15-20, то есть у них идет отрицательный баланс, то есть количество танков у них уменьшается. Количество людей они могут добавлять, а танков, например, или для другого тяжелой бронированной техники, там примерно такая же самая арифметика, у них этот запас, который им нечем пополнить. Также в марте этого года 38% всех атак российской армии на линии фронта пришлось на юго-запад от Донецка. Но Россия не добилась каких-либо заметных успехов в этом районе, констатировали в Минобороны Британии. Захватчики безуспешно пытались штурмовать на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Российские оккупанты обстреливали из артиллерии и минометов Часов-Яр, Георгиевку, Константиновку и Углийдар Донецкой области. Бойцы сил специальных операций продолжают методично уничтожать захватчиков. В этот раз под удар реактивной артсистемы «Хаймарс» попали российские военные, которые возводили фортификационные сооружения на южном направлении. Тем временем в южной бухте Севастополя украинские партизаны обнаружили российский катер спецназначения. Данный катер предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования. Но если посмотреть, как украинские морские дроны успешно их обходят, можно сделать вывод, что данный тип катера был разработан с целью отмывания денежных средств. И, наверное, главный конструктор проекта Речицкий должен будет ответить на несколько вопросов представителям компетентных органов. Из сообщения партизанского движения «Атэш». Военный флот РФ пытается оградить свои корабли от атак украинских морских дронов, спрятав их в бухте. А вход перегородили затопленными баржами, сообщает спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. Эта практика не нова. Тоже они делают вокруг так называемого Крымского моста. На барже вешают буновые заграждения. Все это используется в качестве элементов защитных сооружений. Как мы видим, сейчас они фактически закрылись в пункте базирования Новороссийска, закрыли вход в гавань, поставили заграждения и просто сидят. Дмитрий Плетенчук, спикер военно-морских сил Украины, в эфире марафона «Еды и новыны». И пока захватчики пытаются спрятать свой морской флот, военные части в тылу остаются без защиты. Партизаны сообщают, что армия РФ сталкивается с нехваткой систем противовоздушной обороны в Рязанской области. Все из-за того, что большинство систем ПВО были переброшены на линию фронта и в Крым. Общие потери армии РФ с 24 февраля 2022 года превысили 445 тысяч военных. За сутки были ликвидированы еще 670 российских оккупантов. Силы обороны Украины уничтожили 9 танков, 18 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, одну систему реактивного залпового огня и одну систему ПВО. Кроме этого, украинские военные сбили 21 беспилотник оперативно-тактического уровня. Также подбиты 55 единиц автомобильной спецтехники и цистерн с топливом. Россияне не прекращают попыток продвинуться на запорожском направлении. Несколько раз в сутки противник атакует позиции ВСУ. Впрочем, защитники страны мужественно отражают российские штурмы и держат занятые рубежи. Чтобы не позволить захватчикам продвинуться дальше, а также с целью защиты украинских бойцов, возводится фортификационное сооружение. Подробнее смотрите далее в сюжете. Противотанковые рвы и заграждения, пути сообщения и прочные укрытия. В Запорожской области продолжается строительство фортификаций. Работы ведутся на разных отрезках по всем направлениям фронта. Для обустройства линии обороны привлекается тяжелая техника, но задачи выполняются и вручную. Уганавливаем бруску. Он по проекту есть, деревянный. Под него подсыпается земля. Строители заняты укреплением одной из оборонных конструкций. На каждой локации возводится целый комплекс фортификаций. Это оборонительные конструкции, призванные в случае необходимости остановить врага. Сооружаются также прочные убежища для военных и техники. Строители уверяют, в работе используются лишь надежные материалы. Это один из элементов оборонительного сооружения. Чтобы наши бойцы были действительно защищены. Он такой не один. Конструкция состоит из нескольких. Всех секретов строительства потрядчики не раскрывают. Но подчеркивают, работы ведутся в тесной взаимосвязи с военными. И при надобности проект тут же корректируют или дополняют. Кроме того, в работе учитывают уже имеющийся опыт боев. Ведь полномасштабная война постоянно вносит в разные процессы свои коррективы. Если раньше для нас основной угрозой были артиллерийские снаряды, сегодня это FPV-дроны. Изучается боевой опыт по нынешней ситуации на Запорожской линии фронта. И мы не можем построить то, что потом не смогут использовать. Подрядчики признаются, у них строгий дедлайн работ. И уверяют, в сроки уложатся. После завершения строительства все фортификацию планируют передать на баланс непосредственно военным или гражданским администрациям. Запорожская атомная электростанция опять на грани блэкаута. Из-за российских обстрелов отключилась внешняя воздушная линия, через которую временно оккупированная ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд. Сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-750 кВт Днепровская, работа которой недавно была восстановлена силами украинских энергетиков. Это в очередной раз грозит наступлением аварийной ситуации вновременно оккупированной ЗАЭС. Ведь в случае отключения этой последней линии связи с отечественной энергосетью, станция окажется на грани очередного блэкаута, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции. Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора «Энергоатома», а Россия должна вывести со станции своих военных и военную технику. Из сообщения «Энергоатома» в Телеграм. Финляндия приняла решение не открывать пункты пропуска на российской границе до дальнейшего уведомления, то есть бессрочно. Пункты пропуска также будут закрыты и для прибывающих из России по морю. Чтобы не допустить искусственную миграцию, отметили в финском правительстве. Финские власти рассматривают это как долгосрочную ситуацию. Этой весной мы не увидели ничего, что позволило бы сделать вывод о существенном изменении ситуации. У границы Финляндии с российской стороны находятся сотни, а возможно и тысячи людей, которые могут быть использованы против Финляндии. Мария Рантанен, министр внутренних дел Финляндии, на брифинге. Российская компания «Новотек» вынуждена была свернуть свой крупнейший газовый проект из-за западных санкций. Об этом пишет Reuters. В публикации сказано, что компания отстала от графика поставок первых партий голубого топлива вследствие острой нехватки газовозов ледового класса. Также на заводе по техническим причинам приостановлено и преобразование метана в жидкость при низких температурах. На фоне санкций российские нефтяные компании сталкиваются с трудностями при ремонте нефтеперерабатывающих заводов, построенных по европейским и американским технологиям на базе западных комплектующих. Как пишет Reuters, проблему усугубляется атаками беспилотников, которые в этом году поразили более 15 российских НПЗ. По подсчетам информагентства «Удары БПЛА» вынудили российские нефтяные компании закрыть около 14% перерабатывающих мощностей в первом квартале. Если поток дронов продолжится такими темпами, а российская противовоздушная оборона не улучшится, то таким образом объемы нефтепереработки в России будут сокращаться быстрее, чем российские фирмы смогут их, то есть заводы, отремонтировать. Сергей Вакуленко, эксперт по российской энергетической отрасли, научный сотрудник фонда «Карнеги» в комментарии агентства Reuters. Массовые проверки мигрантов в России после теракта в Крокусе привели к мусорному коллапсу по всей стране. Граждан государства Центральной Азии силовики по нескольку дней беспочвенно удерживают в отделениях полиции из-за этого, а также падение курса рубля, начался массовый отток рабочей силы из Российской Федерации. Убирать и вывозить мусор некому в Дагестане, Владикавказе, Северной Осетии. О последствиях репрессии против мигрантов в России расскажем в сюжете. Это безответственность, это безобразие. Россия утопает в мусоре и погрязла в антисанитарии. Крысы и тараканы атаковали общежития Красноярска. А все потому, что в них забиты мусоропроводы и люди выбрасывают отходы, где попало. Нашествие грызунов многие связывают с весенним мусорным коллапсом, когда отходы неделями не вывозили с контейнерных площадок. Эти кадры из Дагестана. Сейчас в регионе настоящий мусорный коллапс. Для полной ликвидации накопившегося мусора необходимо некоторое время, так как требуется дополнительное число спецтехники и рабочей силы. Ситуация с уборкой мусора в Дагестане ухудшилась после облав силовиков на мигрантов. Они спровоцировали массовый отъезд работников обратно в Центральную Азию. Ранее в Махачкале нескольких иностранцев задержали по подозрению в терроризме. Российские власти начали усиленно следить за приезжими после терактов к Рокус-Сити-Холе. По версии следствия, непосредственными его исполнителями стали граждане Таджикистана. Сейчас проблемы с вывозом отходов фиксируют не только в отдаленных регионах России, но и в Московской области. Помойки переполнены, а власти не реагируют на жалобы граждан. Они приезжают раз в неделю в лучшем случае, а то и реже, понимаете? То есть и достучаться до правды, то есть мы не можем... Десятки тысяч коммунальщиков были отправлены на фронт в Украину в рамках мобилизации осенью 2022 года. Заменить этих людей оказалось неким. Людей задерживали на улице и спрашивали, служили они в армии или нет. Некоторым предлагали деньги за участие в войне, некоторые ушли на войну, а другие сбежали. Согласно официальным данным, по состоянию на декабрь прошлого года в России не хватало трех тысяч мусоровозов. Так, во Владикавказе с 43 работают всего 12, сообщает представитель местного предприятия, которое занимается вывозом мусора. Практически все сотрудники компании являются мигрантами. Их забрали в полицию для проверки документов. Масштабный рейд прошел с тем, чтобы проверить соблюдение миграционного законодательства. На ситуацию повлияли не только мобилизация и рейды, но и падение рубля. Жителям стран Центральной Азии теперь не только опасно, но и невыгодно ездить на заработки в Россию. При этом Россия остро нуждается в трудовых мигрантах из-за рекордно высокой безработицы. Дефицит трудовых ресурсов в экономике страны достигает пяти миллионов человек и может еще больше усугубиться вследствие оттока иностранцев. А это приведет не только к мусорному коллапсу, но и к новым проблемам в ЖКХ. Бургеры с кашами в виде начинки. В Днепре переселенец из Славянска открыл заведение общественного питания, где готовят блюда по уникальной рецептуре и необычной форме. К себе на работу взял еще несколько сотрудников, которые были вынуждены из-за войны покинуть свои дома. Как им удалось возобновить свой бизнес в материале по форме, как летающая тарелка и весом полкило. Такой бургер – основное блюдо в закусочной Николая Мальченко. Предприниматель из Славянска Донецкой области был вынужден реалансировать свой бизнес в Днепро. Своё первое кафе он открыл за три месяца до начала полномасштабного вторжения России в родном городе. Но из-за регулярных обстрелов понял, что надо переезжать. У этого бизнеса большой потенциал. И это мировой проект. Он должен выйти за пределы Днепра и даже Украины. Для того, чтобы в новом городе возобновить свой бизнес, Николаю были нужны средства. Сначала он устроился слесарем в троллейбусном депо и подрабатывал на стройках. После переезда в Днепро я делал фасадные работы. Нужны были деньги, чтобы его открыть. И подавал на гранты от государства. Получил один грант на 250 тысяч. Ещё два гранта на общую сумму 200 тысяч мужчина получил от международных организаций. Это позволило Николаю открыть две точки быстрого питания. На одной работает сам. На второй трудоустроил ещё двух внутренне перемещённых. Они выпекают лепёшки для ланчбургера по рецепту предпринимателя. Это изобретение самого рецепта. Я три года его испытывал. В Днепре кафе работают четыре месяца. Николай мечтает расширить бизнес до пяти бургерных в городе. Говорит, хочет дать позитивный пример другим предпринимателям-переселенцам. Николай релакировал самостоятельно. И это ещё больше заслуживает уважения. Потому что это ресурсы его личной, его семьи. Но человек руки не сложил, а пытается не просто выжить, а воплощать в жизнь свою идею, свою мечту. С начала полномасштабной войны в Днепро переехали более 50 предпринимателей. 14 из них уже возобновили своё дело. До встречи.